Особистый подход с уликами потребований в законодательстве. Помощник президента Беларуси, инспектор Пагомельской области Юрий Шулейко, провел прямую линию и прием граждан в Лельчицах. С подробностями наши корреспонденты. По телефоне до помощника президента звернулись пять человек. Некоторые пытания выращали одразу. Также Харковецкий Краснобережье попросило допомоги в проведении парадок могилок в приватности сносить старых деревьев. Представники мясовых уладов пообещали провести эти работы до конца месяца. В уголе в районе шмат плануется сделать по доброупорядкованию подчас субботника 30-го саковика. Некоторые пытания – нагода для особистой встречи. Тымчасом на прием у Лельчицах пришли восемь человек. Пытания тучились о працевладковании, доброупорядковании территорий, жильевой политики и кредитовании. По словам Лилии Швет, улица Пионерская, на которой она проживает, не бачила ремонту амаль 20 годов. За глубоких ям перемещаться по проездной часце некомфортно ни на автомобиле, ни пешу. А после дожжоу с залужа в улице у Вогули становится непроходной. Мы хотим, чтобы не то, что здесь асфальт, не обязательно асфальт, чтобы подсыпали, уравняли эту улицу, чтобы можно было и деткам пройти. И у нас много пенсионеров, у нас в основном пенсионеры, инвалиды, чтобы им можно было даже до магазина дойти. Юрий Шулейко пообещал особисто наведать в улицу Пионерскую и разом с местными уладами вызначить, как можно допомогать местным жихарам. При этом он отзначил, что до выражения питания доброупорядкования необходимо подходить с господарского пункта гляджения. Это не один проезд, который сегодня или в Лельческом, или в Речицком, или в Мозырском районы нуждается. Все есть плановость и есть первоочередность. Потом появляется план, кто в этот график входит. Но есть моменты, которые сегодня дешевым, так сказать, хозяйственным подходом можно на некоторое время снять эту проблему. По словах Юрия Шулейки, у насельства заусюди будут питания до представников улады. Особистые приемы допомагают снять многие из них. У каждого находится к определенному или чиновнику, или принимающему человека тот вопрос, который его интересует. Может быть, он ранее обращался в эту службу, не было определения, где-то не дошел вопрос до руководителя, или были вопросы неглубоко изучены. Поэтому поток жалоб, обращений, это не жалоба. И я больше скажу, что сегодня это связано с обращениями граждан, находит в конечном итоге свое положительное решение. Максим Савин, Сергей Ингеревич, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» из Лельчиц.